Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Я так рада встрече с вами на программе «Иисус Целитель». Скажите кому-то еще, что мы в эфире, и были бы рады, если бы и они к нам присоединились. Обычно я служу в нашей церкви, но сегодня мы находимся в особенном для меня месте, на нашем семейном ранчо. Здесь у нас дом, в который мы иногда приезжаем, а прямо позади меня однокомнатный домик, построенный моим сыном. Это не основной дом. Тут я просто могу уединиться, когда у нас на ранчо много гостей. И я хотела побывать с вами в этой особенной для меня семейной обстановке, показать, куда мы иногда уезжаем. Пожалуйста, возьмите свою Библию, и мы продолжим тему предыдущего эпизода программы «Иисус Целитель». Прочитаем Римлянам 12.1.2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Или, как в другом переводе сказано, это ваше духовное поклонение. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать или различать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Как мы уже говорили в предыдущей передаче, Бог что-то сделал с нашим Духом. Он дал нам совершенно новый Дух. А этот стих показывает, что именно мы должны делать что-то со своим телом и со своим умом. Что же нам нужно делать со своим телом? Усмирять его, предоставлять его Богу, предоставлять его тем делам, которые хочет Бог. Предоставлять его поступкам, соответствующим слову. До рождения свыше мы предоставляли свои тела греху, но теперь мы предоставляем свои тела праведности, правильным поступкам. Также нам нужно обновлять свой ум. Обновлять ум значит перенимать Божий образ мышления. Берем Божьи мысли и делаем их своими. Всякий раз, когда наши собственные мысли противоречат тому, что Бог говорит, «Мы отказываемся от своих мыслей и перенимаем Божий образ мышления». Слово говорит, что когда мы обновляем свой ум, наша жизнь преображается. Не знаю, как вы, но я спаслась не для того, чтобы продолжить жить так же, как до спасения. И именно поэтому, родившись свыше, нам нужно обновлять свой ум. Обновлять ум – это перенимать мысли Божьи. Говорить так, как мыслит Бог, и действовать согласно Слову. Все это составляет обновление ума. И когда мы обновляем свой ум, наша жизнь преображается. То есть, наш брак не будет таким, как прежде. Наши взаимоотношения с людьми не будут прежними. Наши финансы не будут прежними. Наше здоровье и наши тела не будут прежними. Все будет таким, как того хочет Бог. И как Бог запланировал. И нам важно осознавать, что наша задача – сделать что-то со своим телом и умом. И мы можем, потому что Бог дал нам совершенно новый дух, в котором его жизнь, его природа, его сила, его способность, его благодать. Мы наделены способностью и силой сделать что-то со своим телом, сделать что-то со своим умом. Если вы не смотрели предыдущую передачу, я рекомендую вам ее посмотреть, потому что сегодня мы продолжим разбирать эту тему дальше. Давайте откроем послание Галатам. Галатам 3. Начнем читать с 29 стиха. И позже перейдем к 4 главе. Итак, Галатам 3.29 Павел пишет «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». Посмотрите. «И по обетованию наследники». Мы – наследники Божьи. Мы – сонаследники Христу. Что это значит? Это значит, что все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. Почему? Он – Сын Божий. Но и мы – Сыны Божьи. И то, что принадлежит Иисусу как Сыну, также принадлежит нам, как Сынам Божьим. Мы – Его семья. Мы – Семья Божья. И все, что принадлежит Ему, Он сделал нашим. Задумайтесь об этом. «Все, чем наслаждаются небеса, принадлежит нам прямо сейчас, здесь на земле». В Ефесянам 1.3 сказано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, прислушайтесь, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Что это значит? Это значит, что все, чем наслаждаются небеса, принадлежит нам здесь, на земле, потому что мы одно со Христом. Именно такую жизнь Бог предназначил нам, как сонаследникам Христа. У нас могут быть небеса на земле, когда наша жизнь воспроизводит то, чем наслаждаются небеса. Вот что Бог нам предназначил. По сути, мы можем жить как на небе, прежде чем пойдем на небо. Это часть нашего наследия во Христе уже здесь, на земле. Вот о чем нам говорит 29 стих, что мы наследники по обетованию. А теперь продолжим читать с 1 стиха 4 главы. Павел говорит, «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Посмотрите на 3 стих. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Что все это значит? Это местописание рисует портрет человека, находящегося в духовном детстве, еще не ставшего зрелым. Хотя все ему принадлежит, потому что он наследник, пока он не созреет во Христе, он никогда не сможет полностью наслаждаться всем, чем обладает. Скажем так, он живет как слуга или раб, тогда как на самом деле является господином, будучи наследником Божьим. Нам необходимо понять, что духовный рост схож с физическим ростом. В нашей земной семье мы, естественно, родились младенцами, выросли и стали детьми, а потом уже взрослыми. Духовно происходит то же самое. Рождаясь свыше, никто не рождается сразу полностью выросшим духовным человеком. Вы родились духовным младенцем в семье Божьей. И, питаясь Словом, исполняя Слово, вы постепенно растете и становитесь детьми. Постоянно занимая свое место в Слове, продолжая духовно развиваться, вы оставляете детство и переходите во взрослую жизнь. Местописание, которое мы только что прочитали в послании Галатам, рассказывает о том, кто просто остается в детском состоянии, так и не переходя в зрелость. Подумайте, как живет младенец или ребенок? За ним так много ухаживают. Когда вы и я были детьми, кто-то кормил нас, готовил нам еду, одевал нас, купал нас, носил нас, все делал за нас. Когда вы только что родились свыше, Бог позволял людям применять свою веру для вас. Если можно так выразиться, вас немного носили на руках, в том смысле, что вы еще не вошли в полную ответственность взрослого верующего. Бог позволял вам опираться на чью-то веру. Но если мы не будем осторожны, нам понравится просто отсиживаться, ожидая, что в духе за нас все сделают другие. Пусть пастор этим занимается, или пусть молящийся член семьи этим занимается, и так далее. Легко отсиживаться под зонтиком чьей-то веры. И так и не иметь собственной веры. Довольно часто бывает, что в семье один человек духовно развивается, а все остальные члены семьи пристраиваются к его вере. Они как бы сгружаются под крыло его молитвенной жизни, и так и не развивают собственную духовную жизнь. Мы с мужем учили наших двоих сыновей, что хотя их отец развивает свою духовную жизнь, и я духовно развиваюсь, нашим детям все равно придется развивать свою духовную жизнь. Они не смогут вечно жить под зонтиком веры своих родителей. Именно так многие христиане обманываются. Они просто наслаждаются стадией младенчества или детства, находясь на попечении веры их пастора или кого-то еще, и так и не развиваются духовно. Не развиваясь духовно, мы лишаем себя самой лучшей жизни, предназначенной нам Богом. Нам нужно учить детей. У меня может быть вера, но моя вера не принадлежит тебе. Я могу благословлять тебя своей верой, применять свою веру, чтобы помочь тебе, но моя вера все равно принадлежит мне. Она тебе не принадлежит. Нам нужно учить своих детей иметь собственную веру. Будучи в полном времени служения, мы сталкивались с атаками точно так же, как любые другие люди. Наши дети подвергались атакам точно так же, как и другие. И мы учили своих детей. Мы не сможем всегда вести ваши битвы веры за вас. Вам нужно развивать свою духовную жизнь с Богом, развивать свою жизнь в слове, обновлять свой ум словом. Потому что своей верой я могу вам помочь только до какой-то степени. Вам нужно развивать свою духовную жизнь. Вот почему мы часто видим, как дети служителей сталкиваются с огромными трудностями в жизни, потому что они думали, что смогут вечно жить под покровом веры их родителей. Но лучшая жизнь — это когда вы развиваете личное общение с Богом, обновляете свой ум, развиваете собственную веру, и в результате обретаете лучшую жизнь. Да, помогать кому-то своей верой — это благословение, но нельзя делать людей зависимыми от себя. Послушайте, Иисус — Господь. Полагаться нужно на Него. Нельзя учить людей полагаться на нас. Мы — не их Господь. И нам никогда нельзя так себя позиционировать. Галатам 3 и 4 глава говорят нам об этом. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это значит? Что он не способен полноценно пользоваться своими привилегиями как наследник, как тот, кому все принадлежит. И пока он будет оставаться младенцем, он не сможет наслаждаться определенными вещами. Задумайтесь об этом. Например, у нас с мужем в разное время были различные машины. И поскольку наши дети — часть семьи, они наследники всего, что нам принадлежит. Все, что у нас есть, принадлежит им по праву рождения. И если бы по какой-то причине нас с мужем не стало, наша машина перешла бы к ним, даже если бы они на тот момент были младенцами. Эта машина была бы уже на их имя. Она была бы частью их наследия. Но в детстве они не могли бы водить ее. Им нужно было бы вырасти, стать взрослыми. И тогда они смогли бы ее водить. Когда наши дети были маленькими, они не могли ездить за рулем наших машин, но иногда им так хотелось. «Ты не можешь сесть за руль! Ты недостаточно взрослый!» «Я могу!» То, что ты можешь покрутить руль, не значит, что ты умеешь водить. Приходилось им объяснять, ты не умеешь водить. Тебе кажется, что ты умеешь, но это не так. Но по достижении определенного возраста, с которого государство разрешает ехать за рулем, они могли взять принадлежавшую нам с мужем машину и поехать на ней. Это награда за вступление во взрослую жизнь. До взросления они не могли пользоваться тем, что на самом деле было их наследием. Вот о чем говорит нам это местописание. Пока вы остаетесь ребенком, вы будете жить как слуга, а не как господин. Вы не будете жить как тот, кому все принадлежит. Итак, нам полезно расти и становиться духовно зрелыми, потому что так мы начнем наслаждаться полнотой Христа. Не развиваясь, не становясь духовно зрелыми, мы остаемся в духовном младенчестве или детстве и живем в рабстве. Мы живем в рабстве этого мира. У человека, остающегося духовным младенцем или ребенком, доминирует плоть, доминирует тело. Его разум остается необновленным, и у него трудная жизнь. Позвольте сказать, чем старше я становлюсь, чем более зрелой я становлюсь духовно, и чем больше обновляется мой ум, тем легче становится жизнь. То, что много лет назад было для меня трудным, как для молодой христианки, сейчас вовсе меня не волнует. Почему? Не потому, что я стала старше, но потому, что я стала духовно зрелой. Просто от прибавки в возрасте жизнь легче не становится. Развитие духа и обновление ума позволят жизни протекать легко. Обстоятельства могут быть сложными, но слово все делает простым. Слово показывает вам, как справляться с разными обстоятельствами. Я бы сказала, что самым трудным для меня было то время, когда я была духовным младенцем или духовно молодой, потому что мой ум не был обновлен. Я не знала определенных вещей, и мне было трудно. Но по мере того, как я обновляла ум словом, я обретала свет слова и узнавала, как поступать в разных ситуациях. Я ходила во свете слова. Я была исполнителем слова, и жизнь становилась легче. Сделайте себе огромное одолжение. Постоянно обновляйте свой ум. Жизнь станет слаще, и вы никогда не будете чувствовать, что что-то выше ваших сил. Обстоятельства могут быть ошеломляющими, но они не должны ошеломлять вас, потому что вы умеете успокаиваться в Боге и уповать на Него, даже проходя через какие-то обстоятельства. Но, выбирая остаться духовным младенцем или остаться в духовном детстве, человек не усмиряет свою плоть, и она контролирует его. Она помыкает им. Он сдается всему, что хочет его плоть. Он не обновляет свой ум, чтобы мыслить так, как мыслит Бог, и его ум терзается, мучается. Он затравлен тревогами, страхом и сомнениями. Он живет в рабстве страха, в рабстве беспокойства, сомнений, проблем со здоровьем, финансовых проблем, проблем в браке и во взаимоотношениях. Но, когда мы обновляем свой ум и решаем духовно развиваться, становиться духовно зрелыми, мы начинаем жить в свободе от страха, мы начинаем жить в свободе от беспокойства, мы ходим в любви, и решаются проблемы в браке и во взаимоотношениях. Потому что питание словом меняет и преображает нашу жизнь. Мы приходим в такое состояние, когда нас больше не волнует и не тревожит каждая тревожная ситуация. Тревожные обстоятельства нас больше не тревожат. Ничто страшное нас больше не страшит. Послание Галатам говорит нам, что чтобы наслаждаться полнотой всего, что принадлежит нам во Христе, нам не следует оставаться в духовном младенчестве или детстве. Нам нужно развиваться. Нам не нужно жить под покровом чьей-то веры. Да, чья-то вера может нас благословить, но нам нужна собственная вера. У моего мужа было мощное служение. Он ушел домой к Господу после почти 50 лет в служении. И его уход был очень внезапным. То есть, у меня не было времени быстренько построить собственную веру, потому что мой муж ушел домой к Господу. К счастью, за почти 30 лет в браке я не мыслила так. Ну, у меня муж духовный, пусть он и верит обо всем. Пусть у него и будет вся вера. Пусть он духовно развивается и будет духовным наставником нашей семьи. Я не сидела и не говорила, для меня этого достаточно. Я хотела собственного общения с Богом. Я хотела иметь собственную веру. Я хотела сама знать, что говорит Слово. Я не хотела просто расслабиться и рассчитывать на чью-то веру. И благодаря этому, когда он ушел домой к Господу, служение продолжилось. Наша семья осталась сильной. Мы не свалились в яму депрессии. Мы не свалились в канаву скорби и печали, потому что мы созидали собственную жизнь веры, свою собственную жизнь в Слове. Мы учили наших детей ценить собственную жизнь в Слове. И благодаря этому наше служение продолжается. Бог продолжает благословлять семью. И жизнь не перестала быть радостной. Хочу ли я, чтобы мой муж был здесь? Конечно. Но дело в том, что его здесь нет. И лучшие дни у меня не позади. План Божий не прекратился в моей жизни, когда скончался мой муж. У Бога все еще есть план для моей жизни. И я сумела не сойти с этого курса. Почему? Потому что я обновляла свой ум до того, как мой муж ушел домой к Господу. Жизнь обязательно подкинет вам радикальные перемены. И вам не следует полагаться на чью-то веру во время таких перемен. Представьте, если бы я решила, пусть мой муж стоит в вере за нашу семью и духовно развивается, в день, когда он ушел с этой земли, я оказалась бы в очень трудной ситуации. Мне не хватило бы времени, ведь требуется время на то, чтобы обновить ум. Невозможно обновить ум за один день или за неделю. Это образ жизни. Это занятие длиною в жизнь. Постоянно уделять время обновлению ума. Это постоянный образ жизни. Нам нужно обязательно выполнять свою часть, обновлять ум и усмирять тело. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 2 главу и прочитаем 14 стих. Я прочитаю в расширенном переводе. «Но природный, бездуховный человек не принимает, не приветствует и не допускает в свое сердце дары, учения и откровения Духа Божьего, поскольку они для него безумие, бессмысленный вздор, и он не способен познавать их, постепенно признавать, понимать и лучше знакомиться с ними, потому что их распознают, о них судят и их ценят духовно». Это местописание говорит, что бездуховный человек с бездуховным умом мыслит не так, как Бог, и когда Бог пытается говорить ему, он даже не способен принять или впустить то, что Бог говорит, потому что, когда Бог говорит, это духовное действие, это духовный поток, и нужен обновленный ум, чтобы суметь принять этот духовный поток. Когда кто-то не мыслит как Бог, он не может принять то, что Бог ему предлагает, хотя это ему принадлежит, оно не проявится. Когда рожденный свыше человек не обновляет свой ум, он даже не способен постичь то, что Бог ему дал, и войти в это. Он не знает, как принять откровения, как сотрудничать со светом, потому что его ум не обновлен. Он это отвергает или мыслит иначе, чем слово говорит. Итак, духовный человек принимает то, что бездуховный человек не способен принять. Человек, развивающийся духовно, сможет принять от Бога то, что духовному младенцу, желающему оставаться духовным младенцем, трудно будет принять, просто потому, что у него нет духовной вместимости, чтобы принять то, что Бог предлагает. Если мы не будем обновлять свой ум, нам это дорого обойдется. Послушайте внимательно. Если мы не будем обновлять свой ум, нам это дорого обойдется, потому что мы столкнемся с ситуациями и периодами жизни, которые потребуют от нас обновленного ума, если мы хотим жить в победе. Тот, кто не обновляет свой ум и не мыслит так, как мыслит Бог, не примет того, что Бог говорит ему и предлагает ему взять, потому что необновленный ум не принимает того, что от Бога. Бездуховное мышление не сотрудничает с Богом. И если мы не будем обновлять свой ум, нам это дорого обойдется. Задумайтесь об этом. В нашей жизни будет время, когда нам потребуется обновленный ум. Вспоминаю свидетельство Папы Хегена. Папа Хеген родился с неизлечимой болезнью сердца, неизлечимой болезнью крови и в возрасте 15 лет был при смерти. И хотя он родился свыше, на смертном одре, его ум не был обновлен в сфере исцеления. Он хотел исцелиться, но его ум не был обновлен тем, что слово говорит об исцелении. И 16 долгих месяцев он молился и задавался вопросом, почему он не исцеляется. Но в те 16 месяцев, что он был прикован к постели, он начал питаться словом об исцелении, и его ум начал обновляться истиной об исцелении. И когда его ум обновился истиной об исцелении, он смог принять силу исцеления и был поднят со смертного одра. Почему? Не потому, что кто-то пришел и помолился за него, а потому, что пока он был при смерти, он посвятил время тому, чтобы питаться словом. Его ум обновился словом, и он был способен принять силу исцеления. Обновленный ум принимает силу исцеления, обновленный ум принимает процветание, обновленный ум принимает радость, обновленный ум принимает победу. А не обновленный ум не сможет этого принять. Он не мыслит этими категориями. Знаете, выбор не обновлять свой ум дорого обойдется. Но какая божественная привилегия обновлять свой ум словом Божьим? Я уверена, что вы жаждете, хотите, чтобы ваша духовная жизнь росла и крепла. Поэтому я призываю вас постоянно обновляйте свой ум, питаясь словом Божьим, поступая по слову. И тогда ваша жизнь преобразится, и она будет самой лучшей. Пусть Бог благословит вас. Мы так рады, что вы были с нами. До новых встреч на программе «Иисус Целитель». Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok «Иисус Целитель».